Долгоиграющая история с кольцеванием противопожарного водовода на территории промзоны стала поводом для внеочередного заседания народных избранников. Напомню, решить проблему еще в 2010 году муниципальных властей обязал суд. Однако до сих пор данный проект реализован всего лишь на 30%. На остальное, по словам чиновников, не хватило денег. Подробности расскажет Эрнест Бавшин и ему слова. Решение суда в адрес главы города произвести кольцевание противопожарного водовода на территории промышленной зоны поступило еще в 2010 году. У депутатов, естественно, возник вопрос, почему решение суда не исполнялось на протяжении двух лет. По словам главы администрации Александра Подороги, работа по исполнению решения проводилась. На разработку проекта пожарного водовода были выделены деньги и к ноябрю 2012 года было выполнено 30% работ. Однако на этом, ввиду отсутствия финансирования, его реализация была заморожена. Все это время шла достаточно большая переписка с руководством департаментов гражданской защиты. Я неоднократно сам был на приеме и в департаменте, и у заместителя губернатора. По моему мнению, мы сделали очень-очень много. Почему мы сейчас и сегодня с вами встретились? Потому что в программе, которая была принята 25 декабря, этот объект был. Мы рассчитывали на его финансирование, и поэтому, ну скажем так, не поднимали этой проблемы. Деньги в размере 37 миллионов рублей, которые будут направлены на дальнейшую реализацию проекта, решено выделить из двух статей расходов. Это финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными, автономными и бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2013-2015 годы. Это деньги, полученные в результате экономии по проведенным торгам на выполнение капремонтов и на уплату единого социального налога. В любом случае, в будущем финансовые средства вернутся. Когда мы получим протокол заседания правительства законодательного собрания Молниевского автономного округа, в котором будет расписано дополнительное выделение бюджетных средств муниципальному образованию города Муравленко на выполнение данной программы, те денежные средства, о которых мы сегодня с вами говорим, они будут возвращены. Если все-таки округ не поддержит дополнительными финансами наш город, деньги на эти статьи расходов будут возвращаться в результате получения дополнительных доходов и экономии по проводимым торгам. В завершении внеочередного заседания депутаты единогласно поддержали предложение администрации о таком секвестировании городского бюджета. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города.